Здравствуйте! Меня зовут Марина Геннадьевна Лоскутова. Я старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея. И сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов о коллекции. Каждый из нас хранит дома нечто дорогое, милое сердцу. И иногда это единичные предметы, иногда это несколько предметов. Что же, собственно говоря, превращает любое собрание в коллекцию? Это, прежде всего, означает, что если у человека есть концепция комплектования этой самой коллекции, это означает, что у нашего собирания есть некая цель. Мы понимаем и вкладываем в эти предметы некий смысл. И самое главное, мы в процессе коллекционирования, собирания, становимся экспертами по данному вопросу. Я сейчас немножко заумно выразилась, да? Ну, я попробую объяснить несколько понятнее. Я очень люблю игрушки. Я очень люблю не простые игрушки. Я люблю игрушки, сделанные своими руками. Поэтому, как историк, начала интересоваться, когда появились игрушки, конкретно куклы. Как они развивались, по каким законам жанра, где какие игрушки были. И сейчас у меня дома неплохая коллекция самодельных игрушек тех народов, которые живут у нас на территории нашей Томской губернии. Часть из них вы видите здесь. Вот, например, перед вами девушка из Воронежской губернии. Почему я в этом абсолютно уверена? Да потому что она одета, как девушка-невеста, готовящаяся к ленцу. У нее костюм именно Воронежской губернии. Не поверите, на ней даже панталоны в точь-в-точь, как носила ее хозяйка. Потому что эту куколку сделала девочка вместе со своей бабушкой. И бабушке я рассказала, как она была одета в тот самый день свадьбы. А вот эта вот замечательная куклёшка, это наша сибирская нянька. Нянька с четырьмя няньками, куклёшки-пеленашки. Вот они такие замечательные куклёшечки. Она одета во фланелевое платье-холодайчик. У нее повязан правильно платочек. У нее два платочка даже повязаны. Вот такая вот замечательная тетенька, бабушка, нянюшка. Вот эти две замечательные куклы, на самом деле три, потому что тут Мария с младенцем и Иосиф. Да эти кто это? Это не просто куклы. Конечно, ими играли, но, как правило, играли на Рождество, во время святок. А в обычное время эти куклы благополучно лежали в сундуке, в ожидании вот этого святочного времени. Они у меня лежат в коллекции на память о замечательном человеке, об авторе этих кукол. И на этой прекрасной ноте я хочу не просто закончить рассказ о своей коллекции, я хочу пригласить вас к сотрудничеству. У вас наверняка дома тоже есть очень много самых разных, интересных, волнующих коллекций. Поэтому, пожалуйста, расскажите о них, покажите их нам, пришлите ваши ролики на наш сайт. А если у вас вдруг появились какие-то вопросы, можете их смело задавать. Мы обязательно постараемся на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!